здравствуйте дорогие зрители сегодня я пригласил для разговора александра виноградова это ведущий аналитик эксперт научно исследовательского центра не экономики российский экономист москвич здравствуйте александр александрович приветствую митка приветствую всех зрителей слушателей александр александрович мы знаем друг друга с 2010 года когда вместе стажировались у олега вадимовича григорьева настоящий гений современной экономической мысли к огромным нашим сожалению он покинул этот грешный мир примерно полтора года назад может чуть позже поговорим об его творческом наследие а сейчас я хотел бы напомнить вам вот о чем в 2016 году когда мы готовили болгарское издание к его фундаментальном труде эпоха роста лекции по не экономике в своем болгарском предисловии он написал буквально следующее позволю себе зачитать из его оригинального текста на русском зачитываю нынешняя модель устроена так что развивающиеся страной вынуждены выступать конкурентами друг по отношению к другу успех какой-либо из развивающихся стран это неудача других кризис в какой-нибудь развивающейся стране это шанс для других стран занят ее место дефляционная депрессия охватившая в последние годы мировую экономику будет способствовать ужесточению конкуренции между развивающимися странами за то чтобы хотя бы на короткий период заполучить свой кусочек призрачного экономического роста но даже самая депрессия как мне кажется может побудить слаборазвитой страной начать обсуждать проблемой глобальной экономической системой как она сложилась и искать новые механизмы развития с надеждой на то что рано или поздно это произойдет я и писал эту книгу и вот александр александрович последние годы вы были можно сказать самым доверенным человеком олега вадимовича вы с ним часто общались разговаривали обсуждали разные темы так вот мой вопрос такой развивал ли он свою мысль высказанный в 2016 год и если да то что более конкретно можете сказать нам об его идее перестройки современного мира на основе объединения слаборазвитых стран против гегемонии мировых индустриальных лидеров если кратко если кратко то нет эта тема в дальнейшем не развивалась я полагаю что она не развивалась потому что ну в общем то это же вопрос политический то есть для этого надо чтобы вот эти вот самые как выскажусь конечно жестковато но тем не менее недоразвитые страны осознали свое положение свою позицию что они в этой самой своей а вот здесь это подчеркну недоразвитости в общем то застряли потому что в принципе модель такая и что раз так то надо договариваться с другими такими же которые в подобной же ситуации находятся для того чтобы ставить этот вопрос ну условно говоря чего условно кстати прямо говоря в мировом масштабе на уровне оон на уровне я не знаю мвф всемирного банка всяких вот именно что институции планетарного масштаба но как бы насколько я могу предположить интеллектуальные качества в принципе интерес разнообразных лиц принимающих решения в вот этих вот самых я еще раз это подчеркну недоразвитых они развивающихся странах ну им не до этого проще говоря то есть сидят по своим песочницам как-то пытаются что-то разруливать договариваться по каким-то более узким ну вопросом вот а серьезность серьезные вещи сам факт того что они вот так вот 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 живут в принципе в рамках то что да я согласен с этим суждением олега вадимович вот он просто ускользает из внимания поэтому как бы слов в данном случае уже не за нами слово за ними но хорошо я буквально последние дни слышал очень много новостей которые шли из так называемого брикса они опять собирались опять что-то совместно строили какие-то планы какие-то перспективы чечили даже прозвучали вот такие как сказать предложения других дополнительных стран присоединиться к этому клубу вы эту организацию брикс не видите никакие такие начинки того самого строительства какого-то альтернативного мира который они пробуют организовать брикса уже если меня не изменяет память порядка двадцати лет то есть сам акроним был дан если не ошибаюсь двухтысячным джимом манилом вот как это те страны которых аналитики голдман сакс вот тех страны которые он так назвал на это все так посмотрели действительно мы оказывается так сказать вместе мы похожи ура ура ну вот собственно стран составляющие брикс вот и вот так вот данная международная структура и сформировалась но ну сформировалась да дальше что даже в лучшие годы я имею ввиду до начала вот этот нынешний мировой депрессии до 2008 года брикс в общем-то ничем особым 3 ни в чем особо не было заметно ну да периодически встречи консультации но не более потом каждый стран в общем то стало конечно же несмотря на все теле иные политические заверения там регулярной встречи стало действовать исходя из принципа маях от с края ничего не знаю каждому свое и вот это вот то есть здесь на самом деле если конечно говорить о попытке объединения да одна такая похожая точнее была в апреле месяце в прошлом месяце буквально была встреча 40 стран разной степени бедности то есть там как бы совсем государства такие да не отмечены богатством вот они встречались с целью поговорить о возможном скажем так создание своей финансовой системы на основе криптовалют ну встретились поговорили что-то наметили затем произошла атака на пару криптовалют луна и этот самый и ст они потеряли в стоимости то есть там очень сильно в миллион раз как бы это самая луна подешевела вот можно это в принципе рассматривать как удар со стороны значит старых финансовых элит можно рассматривать как случайное событие потому что в протоколе этого блокчейна были заложены ну прямо скажем такие зияющие дыры в которые рано или поздно кто-то должен был залезть и навредить вот но тем не менее факт есть факт это единственная вот это вот попытка какого-то объединения и какого-то противостояния ну который в общем-то ничем пока не закончил вот я помню 4 февраля этого года си цзиньпинь и наш президент они подписывали какое-то такое стратегическое спорту соглашение потом к ним на каким-то образом моде примкнулся примкнул то есть присоединился вы в эти все попытки ничего не видите вот именно стремишь найти какой-то такой общий ну общую повестку скажем так у русского народа есть поговорка я полагаю что болгарского точно также есть что-то похожее друзья познаются в беде вот сейчас у россии идет значит военный конфликт с украины запад наложил довольно таки серьезные санкции и китай их поддерживает ну раз так то о каком взаимодействии таком вот сколько это внятно можно говорить не ну я все-таки чувствую что как раз наоборот китай он является очень такой не скажу что ярый приверженник российскую позицию но все-таки как может он старается защищать ту точку зрения которые россия продвигает на международном уровне ну вот тогда в таком случае попробую привести цитату из моей предпредпоследней статьи так с китаем вообще ситуация такая да товароборот россии китая в прошлом году был под 150 миллиардов долларов а китай и сша примерно 750 ну то есть пять раз больше соответственно как бы вот они получаются сразу вопросы приоритета сугубо с точки зрения денег там где деньги твои там и сердце твои сейчас китай делать все что разрешается санкциями да но не делать ничего что запрещается он покупает конечно со скидками разумеется российскую нефть вот китай не поставляет запчасти для самолетов у нас уже пошла каннибализация авиапарка там один из трех самолетов делают один вот китай не сотрудничает с подсанкционными банками union pay карты китайской платежной системы точно также перестали работать за рубежом там для оплаты зарубежных покупок вот поставка китайского телекоммуникационного оборудования да то есть там huawei он держит почти 40 процентов российского рынка этого самого телекома тоже практически полностью сошла на нет вот ну и последнее вот буквально на днях китай запретил российским самолетом который сейчас де-факто с точки зрения мира находится двойной юрисдикции и в российской и в зарубежной да те самые которые вот отечественные компании не вернули запретил им в китае садиться ну вот за тем чтобы проблем не было китай себе на умеет как это они такие ребята в этом смысле целеустремленная и это очень-то ожидаемо как мне кажется ну картину который вы описываете не очень радужно надеюсь что все таки потихоньку вы те заветы которые нам когда-то оставлял олег вадимович услышат и на и наверху и и не только в китае не только индию мы посмотрим как будет дальше но тогда александр александрович давайте поговорим более подробно о самом проекте не экономики когда в десятом году впервые я был не окон тогда меня из москву привлекла та повестка которую публично вещал михаил хазин когда прибыл на месте не стало ясно и сам михаил леонидович говорил что он был своеобразным пропагандистом тех научных идей которые формировались в голове олега вадимовича некоторые из своих концепций вадимович впоследствии я сам и опровергал и отвергал в примере теорию технологических зон но хазин я тоже кстати считает что в эту теорию есть вполне здравый смысл откуда по вашему произошел разлом между этими старыми товарищами вспомни что вместе работали они в свое время и в экономическом управлении при вашем президенте между которыми роли были четко распределены существовало можем так сказать внутриорганизационное внутрифирменное разделение труда между ними что послужило по вашему катализатором для всего этого и связи с этим а вы чувствуете себе своеобразным преемником хазина в роли рупора идеи григорьева или у вас уже сформировалось собственное видение отличное от григорьевского на процессы идущие в современной экономической системе помнится например сколько в марксизме много ветки появились после смерти самого маркса и в конце концов какие перспективы имеются перед ней экономики как принципиально новая экономическая наука после смерти основателя этого направления как вам видится тяжелые вопросы надо признать что касается раскола вот этого вот раскола который произошел в одиннадцатом году детали до конца я честно говоря не знаю вот просто вот физически не знаю ну то есть вот как это так случилось вот этот вот расход разлад переезд потом была какая-то непонятная ситуация с деньгами опять же я не знаю детали но вот как бы там знаю что финансовый вопрос возник с другой стороны было бы странно чтобы он не возник потому что мы все люди кушать хотим вот в дальнейшем не там там вообще да там вообще сложно все было то есть от не окона отпочковались мы как ниц не экономика в двенадцатом году мы ввели семинары да 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 и с тринадцатого формально насколько помню существует ниц то есть как юридическое лицо вот хайзер же тоже потом ушел из не окона да сформировал вот собственно там фонд имени себя и прочие структуры я детально честно говоря не следил окончательный разлад произошел как мне кажется году в пятнадцатом шестнадцатом после одного из совместных семинаров где после сочи кажется где как раз стало понятно что концепции разошлись именно концепции видения мира экономики будущего и так далее то есть хайзер тогда помнится увлекся вот этой вот теории глобальных проектов да там западный глобальный проект красный глобальный проект книгу проект написал там с авторстве не помню с кем вот все такое прочее мы же занимались вот как бы не экономикой как вот это вот дисциплины книга эпоха роста появилась в четырнадцатом году то есть глобальные проекты стали появляться позже и собственно из этого как бы стало понятно что ну у нас своя свадьба у вас своя примерно так вот а тогда да десято одиннадцатый год деятельность была вместе но вот опять же значит в десятом году я пришел в неаконка на стажировку то ли первая то ли вторая наша встреча и олег григорьев заявляет значит сейчас точно цитата а хайзерщину мы у нас в компании выжигаем каленым железом сказать что я очень удивился он является скажем так управляющим директором неакона он был президент ну ведущий эксперт и он так объявляет да олег григорьев был тогда научным руководителем вот хазин был носил как-то титул чин звание господи позицию занимал позицию президента вот ракша был формальным директором насколько я помню вот и вот собственно говоря олег григорьев читая значит там или читая нам лекцию в какой-то момент вот это вот на чит вопрос что ли а вот тут вот 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 так вот 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 а Михаил Леонидович говорит вот так вот а вы вот так вот он на это заявил что хайзерщину мы у нас в компании выжигаем каленым железом как это могло быть я тогда не понял вообще ну потому что как можно выжигать в компании да если ты здесь научный руководитель а вот он вот президент если вы работаете вместе как может один выжигать другого причем хорошо что вы понимаете под этим термином хайзерщину что оно скрывает не знаю вот на тот момент честно не знаю я тогда был молод юн вот ничего не понимал в чем конкретно на тот момент заключалась хайзерщина я не рискну абсолютно сейчас говорить правда а на сегодняшний момент есть у вас ответ на этот вопрос на сегодняшний момент Михаил Леонидович ну как бы своя тема свои исследования свой подход свой взгляд наверное это все но грубое слово хайзерщину я бы здесь как бы не стал воспользоваться повторюсь еще раз у нас своя свадьба у вас своя то есть как то так я это вижу ну хорошо все таки я стараюсь очень часто слушать его выступления и во многих скажем ну 60-70 процентов его тезисы они покрываются с тех мессенджер которые звучали с Олега Вадимовича то есть вы можете сегодня сказать что хазин скажем так какая-то ветка из учения Григорьева и эта ветка получила новую свою жизнь или это уже совсем какое-то другое направление политологическое политэкономическое и скажем так ну некоторые говорят там конспирологии много всякие такие замысловатые идеи которые то сбываются то не сбываются Ротшильд, Рокфеллер и Винзоры да ну уже таких нету но вот сегодня очень активно скажем идут процессы по линии того как Британия влияет на все эти конфликты в Восточную Европу как там Черный Интернационал влияет в скажем Центральную Европу там Папа Римский и так далее то есть все эти вопросы нельзя никак связать с ту экономическую базу базис который дал Олег Вадимович и вот перемещивая со всех этих политологических моментах вы видите вы видите Хазина как ну как сказать как центр генерации новых политэкономических идей которые могут быть полезны для будущей вашей страны я здесь так скажу на самом деле Олег Вадимович меня отучил довольно жестко отучил от работы с недоказуемыми вещами вот это вот самые какие-то там господи критерии Поппера пресловутой чайнии Красвола которая там то ли болтается то ли болтается значит на армите Марса вот это все я не держал свечку с Ротшильдами Рокфеллерами Винзорами да я там как это не ходил в гости к Папе Римскому я ориентируюсь на то ну как это что вот четко и в какой-то степени достоверно и доказуемо цифры факты производственные цепочки связи торговые взаимодействия вот это вот все Хайзин делает шаг дальше Хайзин делает шаг в ну как бы это сказать в область догадок и формулирует гипотезы и рассказывает их ну ладно пускай рассказывают я же не против я вас понял Александр Александрович ну тогда помните я еще такой вопрос хотел уточнить вы очень глубоко погружен в всех исследований Олега Вадимовича с позиции времени как вы видите есть перспективы развития экономики и какое надеетесь ваше место получить в развитии этой теории нашей теории скажем так будет ли не экономика и в будущем какое у нее ну какие перспективы для ее дальнейшего развития в плане экономической теории значит что есть можно сказать дело конечно сложное связано это с тем что я вот вот лично вот персонально я да Александр Александрович Виногадов я по крайней мере сейчас на данный момент не ученый образ мышления у меня не ученого который там познает мир изучает его исследует его начинает обретать понимание его закономерностей образ мышления у меня инженера а отлично вот у нас такая-то задача что у нас там инструментарий вот это вот это вот это хорошо подойдет вот это и вот то так стоп здесь не хватает я лучше спрошу того парня который умнее пускай придумает мне инструмент вот тем парнем который умнее был как раз для меня Олег Вадимович Григорьев его нет значит остался я и остался наработанный готовый инструментарий и остался инструментарий разрозненный что как бы надо сделать сейчас да работа постепенно ведется но очень постепенно надо признать собственно говоря по переупаковке научного материала который существует в формате лекций в формате размышлений в формате разговоров переупаковки их в цельные внятные нарративы тексты которые вот-вот чтобы он был от и до и издан в виде книги чтобы можно было это поставить на полку вот и вот собственно эту задачу я вижу себе на ближайшие там сколько-то лет не очень много там 2-3-5 может быть не больше вот а дальше посмотрим на самом деле потому что человек он в принципе да существо такое которое может изменяться со временем я начинал свою трудовую деятельность как айтишник программист то есть я старательно много лет первый раз за компьютер сел в девяностом году еще там ребенком в одиннадцатилетнем возрасте да самоидентифицировать себя как айтишник я перестал году где-то вот в тринадцатом то есть больше двадцати лет с десятого вот с выходом моего на стажировку и до того пять лет я занимался изучением экономики самостоятельно ну просто читал всякое именно вот всякое подряд подряд устраивал в себе свою свою картину мира вот до настоящего времени да и экономист вот с девятнадцатого года я пошел в еще одну смежную сферу в организацию коммуникации я занимаюсь тем что скажем так помогаю людям совместно думать совместно проектировать совместно решать проблемы то есть география работы вот у меня по всей стране там от Новгорода до Петропавловска Камчатского то есть три базовых направления деятельности с одной стороны как тот кто работает с механизмами с программами тот кто работает с данными тот кто работает с людьми я предполагаю что через какое-то время я смогу опять сделать очередной шаг развития себя лично персонально именно что смогу творить научное знание а может быть не смогу кто знает ну тут работать надо ну вы еще очень молодой будущее перед вами так что надеюсь что все эти ваши планы они осуществятся вы знаете Александр Александрович буквально совсем недавно 24 мая мы болгары в очередной раз были гордыми объявить отметить 24 мая праздник славянских букв и вот как раз в этот день у меня был второй праздник можно так сказать потому что на сайт не экономики нашел вашу статью очень интересную очень серьезное исследование которое вы сделали о перспективах России в санкционной войне со западом там увидел затронули много аспектов этой войне и в общем выходит что перспективы не очень радужные с другой стороны понятно что механизмами свободного рынка дальнейшее углубление разделения труда в мире становится невозможным как вообще какой ваш рецепт дальнейшего развития если от вас зависело бы в какую сторону вы направили бы усилия какие ваши рекомендации чтобы мир и Россия не продолжали свое стремительное скатывание в пропасти было бы интересно послушать ваш ответ ну надо здесь сначала на самом деле договориться о контексте о конве и о терминах ну то есть для начала я не вижу никакого стремительного скатывания пропасти в экономическом смысле мы имеем депрессию мы имеем долгую тоскливую печальную депрессию это не есть скатывание в пропасть ну то есть это так сказать во первых да конечно здесь есть огромное количество проблем самое главное из которых непонятно что делать с накопленными долгами то есть они сильные они масштабные и они сложны в обслуживании в принципе вообще как бы в чем основная проблема с накоплением долгов накопление долгов нормально если на каждой каждую очередную единицу долга доллар рубль я не знаю грамм золота не важно чего да болгарский лев тоже болгарский лев конечно не важно единицу ценности ты этот самый ты эту единицу ценности берешь инвестируешь и получаешь ее обратно с прибытком и этот прибыток процент на вложенный капитал выше соответственно чем он тот процент который надо заплатить тому парню которого ты этот капитал одолжил тогда все нормально тогда система улучшается расширяется становится более сложной углубляется разделение труда и все такое то есть все хорошо в этом случае долги даже можно накапливать можно перефинансировать все такое прочее проблема в том что в целом в целом по миру данный эффект уже исчерпан то есть каждый очередной доллар долга приносит заметно меньше доллара прибыли особенно это видно по Китаю соответственно это в принципе вообще говоря оформляет дорогу в один конец то есть какой-то момент при продолжении этого тренда а я не вижу чтобы он как-то мог прерваться окажется так что даже наращиванием долгов нельзя отодвигать границу исполнения обязательств с обязательствами что плохо да всякие долги ну долги это плохо там злые опутали цепями и так далее но кому-то долги а кому-то инвестиции вот я там как это спокойный чинный предположим пенсионный фонд где-нибудь в Дании вот я инвестировал в Китай Китай говорит что я не буду ничего платить вы все гады империалисты мои пенсионеры то которые вот вкладывают они то чем виноваты то есть долги это как бы двусторонняя такая проблема да и это да действительно реально проблема как выламываться из этой ситуации я к сожалению пока выхода не вижу то есть конечно же конечно же мы имеем последние годы ситуацию со снижением естественной процентной ставки ну это по сути вот если совсем кратко да ожидаемые инвесторами нормы прибыли от многодесятилетнего уровня примерно в два с половиной три процента она сейчас снизилась до меньше чем полпроцента а вот на пике мирового ковидного обеснования она уходила в минус проще говоря люди готовы были сужать деньги под отрицательный процент именно готова она там была это показатель считает федеральный резервный банк Сент-Луис и он там составлял минус 1.19 по-моему или минус 1.17 вот какой-то момент вот ну ладно хорошо там шоки и так далее что это означает это снижение то что готовность получается сужать деньги под меньший процент соответственно расширение списков всякого всего куда они могут инвестироваться большое серьезное такое быстрое расширение предметно-технологического множества но при практически отсутствующем экономическом росте потому что деньги инвестируются во что попало возврат опять же какой попал и все такое вот это вот да вот это вот наше будущее наше будущее вековой стагнации и непонятен ну выход расширения наверное наверное может даже стагфляция не только стагнация стагфляция вековая стагфляция да конечно ну secular stagnation британский термин вот вековая стагнация в нашем а так формально да стагфляция то есть опять же за время ковида налили эмиссии будь здоров причем налили не только в финансовый сектор но и в карманы жителей всеми этими самыми граждан всеми этими программами помощи ну собственно инфляция то и пошла вот то есть сложно было этого избежать возможно возможно какое-то решение какое-то есть в космической экспансии планетарном масштабе но здесь я уже ухожу на территорию Михаила Леонидовича Хайзена в гипотезы и в догадки то есть найти вторую землю которая чуть менее развитая чем наша земля и ее колонизировать чтобы увеличить уровень разделения труда в очередной даже не обязательно вторую землю скорее радикально снизить стоимость энергии радикально снизить стоимость сырья на этом попробовать подняться я вас понял хорошо а вот знаете я всегда задаю такой вопрос вы видите будущее в интеграция западной части Европы с Евразией но в части России то есть существует ли вариант единая Европа из Лиссабона до Владивостока или для вас это уже закрытая страница после последних событий ну с начала этого года есть у меня на самом деле предположение что оно в принципе то так то уже и есть но неравноправно конечно же российские лицепринимающие решения очень сильно завязаны на Европу капиталы лежат в основном именно в Европе там же и собственность там же все такое прочее соответственно Европа в принципе имеет достаточно большое влияние на РФ как на колонию то есть в этом смысле конвергенция это уже состоялось и это еще советских времен ну там начиная с сделки гастробы и вот этого всего там не хочу сейчас особо в историю заглубляться в этом смысле оно состоялось и оно тоже лимитировано лимитировано в смысле пределов развития ну хорошо тогда в этом контексте то что вы последнюю свою статью писали по поводу санкционную войну она практически проиграна скажем так перед ее начала одной из двух враждующих сторон ну вообще как бы если говорить о России да у России полтора процента мирового ВП было в прошлом году то страна не является очень значимой вот с общей экономической точки зрения она является частно значимой по поставкам некоторых видов товаров как то значит продовольствие там азотных удобрений металлов нефти в ту же самую Европу Европа сегодня наконец-то сподобилась там как с горем пополам приняли сильно урезанный значит шестой пакет санкций с вот этим исключением вот этим исключением вот этим исключением и так далее да они завязаны на российской нефти российский газ ну и российское сырье вот но эта зависимость обобщенного в данном случае запада от россии она меньше зависимости россии от этого самого обобщенного запада и китая то есть мы переходим получается в привычную такую ну парадигму да пока толстый сохнет то чем будет еще хуже ну к сожалению Александр Александрович я думаю наш сегодняшний разговор это только начало будущих серии бесед очень сильно надеюсь что у вас найдется и время и вдохновение продолжить наши дискуссии надеюсь что многие россияне нас услышат многие евросоюзовцы нас услышат еще раз спасибо большое за ваш откровенный разговор за ваши и рекомендации и мнение которое вы даете как эксперт я вам признателен за то что сегодня мы смогли поговорить спасибо еще раз пожалуйста обращайтесь всегда рад спасибо расскажем спасибо спасибо спасибо